МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наиболее крупными организациями, оказывающими помощь, были Американская администрация помощи голодающим и также Международный рабочий комитет помощи голодающим. Жестокая засуха, разрушительные последствия гражданской войны, продразверстка. Именно эти факторы эксперты называют основными причинами социальной катастрофы. Также есть у нас агитационное письмо с призывами о помощи голодающим, где сказано о том, что все люди, граждане, и они должны забыть о своих мелких бытовых проблемах, мелких трудностях и направить всю свою силу, всю свою энергию именно в помощь голодающим братьям республики. В общей сложности в Татарской республике от голода пострадало около 2 миллионов человек, это 83% населения. Более 5 миллионов человек погибли от голода в стране. Одна из крупнейших транспортных катастроф в новейшей истории как России, так и Татарстана. 10 июля 2011 года на Волге затонул экскурсионный теплоход Булгария. Погибли 122 человека, спасены 79. В память о погибших в 15 километрах от Куйбышевского затона на крутом берегу Волги построен мемориальный комплекс, небольшая мечеть и часовня. Рядом установлен камень и доска с именами тех, для кого плавание на Булгарии стало последним. Татарский «Титаник» так назвал поэму в память о жертвах Булгарии народный поэт республики Ренат Харис. Гибель советского «Титаника» с сухогруза Челюскин в 1934 году в Чукотском море грозила стать грандиозным поражением СССР в Арктике, а обернулась триумфом. Триумфаторы Водопьянов, Лепедевский, Кренкель в июле 1934 года прибыли в Казань пароходом «Волжская коммуна». Их встречал весь город. Напомним, что пароход Челюскин под управлением начальника экспедиции Отто Шмидта был раздавлен льдами и затонул в Беринговом проливе. Эвакуированный экипаж в течение двух месяцев жил на льду, а за спасением команды наблюдала вся страна. Были спасены все 104 человека. Один из героев летчиков, Михаил Водопьянов, некоторое время жил и работал в Казани. Он трижды летал к терпящим бедствия и вывез 10 человек. Михаил Водопьянов работал на воздушно-почтовой линии «Казань-Свердловск-Казань». Известно, что после войны он трудился на авиазаводе номер 22 в Казани, где был летчиком-испытателем. Именно в эти июльские дни 1941-го республика принимала эвакуированных. Первоначально, согласно постановлению Центрального совета по эвакуации, наша республика должна была принять 165 тысяч человек. Но цифры несколько раз корректировались. Уже к середине августа в республику прибыли 163 тысячи человек, а к январю 1942 года было размещено уже 273,5 тысячи человек. Только в Казани за первый год войны население выросло с 400 тысяч до 515 тысяч человек. Он победил и стал национальным героем страны, и прославил ТССР, фактически открыв новую веху в истории тяжелой атлетики. 8 июля 1934 года родился Александр Курынов, чемпион Олимпийских игр, трижды чемпион мира и четырежды чемпион Европы. Победа в Риме в 1960 году над непобедимым Томми Конно была подвигом. Она имела еще и идеологическую подоплеку. Железный гавайец удерживал за собой звание сильнейшего на протяжении 8 лет, а его поддерживал американский меценат миллионер Боб Гоффман. В итоге победу одержала страна советов. Некоторые тогда даже сравнивали Курунова с Гагарином. Каждый по себе, и Курунов, и Гагарин, это личности уникальные по своим временам, по своим годам жизни. Но я просто хочу сказать, что в то время, когда выступал Александр Курынов, в сборной были на самом деле звезды. Юрий Власов, который, я считаю, тоже уникальный человек. Люди, которые добивались успеха не за счет каких-то анаболических средств, каких-то других моментов. Они именно за счет работы со штангой, своим желанием победить и настоящим бойцовским характером добивались победы. Жаль, что соревнования, которые ранее собирали, его память, его мемориал Курунова, собирали очень большое количество атлетов не только нашей страны, но и из-за рубежа. Полные трибуны были. Сейчас трудно в это поверить, но были времена, когда тяжелая атлетика пользовалась популярностью. Сейчас она не только у нас в стране, и в республике, но и в мире, не имеет того рейтинга. Взять второе олимпийское золото – это была мечта Александра Курунова, но исполнить это мечтение дал тренерский штаб. В итоге на Олимпиаде в Токио советские штангисты в полусреднем весе проиграли. Несмотря на это, Александр Курунов долгое время был кумиром миллионов людей. С 1974 года в Казани проводится турнир его памяти. А на пятом учебном здании КАИ, где когда-то тренировался Александр Павлович, установлена мемориальная доска. Сегодня эксперты и многие спортивные журналисты говорят о том, что нужно увековечить память Александра Павловича Курунова. Необходимо поднять турнир уже на другой, более достойный уровень. Необходимо изменить концепцию музея Александра Павловича. И, конечно же, организовать детский турнир, чтобы в новом поколении тяжелоатлетов появились новые Куруновы. Первенец нефтехимии республики – Казанский завод органического синтеза 13 июля 1963 года дал первую продукцию – фенол и ацетон. Директором завода был назначен Владимир Лушников, герой социалистического труда, административный гений, как его называли в коллективе. Строительство завода было объявлено комсомольской стройкой. На возведение предприятия со всего Советского Союза съехались 2500 добровольцев. Если в начале строительства химического производства советская пресса называла Казань-Орксинтез первенцем большой химии Татарии, то с получением первой продукции о предприятии на газетных полосах стали писать как о флагмане нефтехимии республики. Сегодня Казань-Орксинтез – одна из ведущих нефтехимических компаний России, имеющая международное признание. В эти дни, в 1920 году, молодая республика решала одну из первостепенных задач сохранения и развития татарского языка. Известный писатель и политический деятель Шамиль Усманов, чьим голосом совсем скоро заговорит татарское радио, выступает в эти дни на заседании Временного Ревкома, заявляя о введении системы приема телеграмм на татарском языке. Уже в 1921 году был подписан декрет о введении татарского языка в дело производства советских учреждений, где было сказано об открытии специальных курсов татарского, изучении татарского языка для желающих в русских школах и русского языка в татарских. Звучащий государственный символ, гимн республики, на двух языках появился уже много лет спустя. У республики за дни основания были государственный флаг и государственный герб, по ней изменялись со временем, а вот государственный гимн Татарстана появился только в 1993 году, 14 июля. Впрочем, тогда утвердили только музыку известного татарского композитора Рустема Яхина, и в следующие 20 лет гимн исполнялся без слов. На конкурс, как вспоминает Ренат Харис, было прислано около 150 музыкальных произведений. Изначально мы поставили условие. Гимн республики Татарстан должен быть без слов, потому что у нас два государственных языка, потому что еще не утвердилось, какая будет наша республика. Депутаты выбрали два вот этих варианта, Туган Ягом Рустем Яхина и народную песню Тавтилев, и мы голосовали. И с абсолютным большинством голосов, конечно, победила вот эта музыка, которая сейчас звучит как гимн республики Татарстан. Если не секрет, ваши предпочтения были какие? Мое предпочтение было именно на этой стороне, сейчас я могу сказать. Сегодня неофициальными народными символами поэт называет и Туган Тельтукая, и Маш Сайдашева. В 1993 году они также могли стать гимном. Ренат Харис в своей книге о государственных символах республики выделил даже отдельный раздел под названием «неофициальные». Эти символы друг с другом не противоречат, не входят в какой-то антагонизм. Мы, когда звучит Туантель, это в клубе ли, это во дворце ли, это в Москве ли, в большом концертном зале, когда звучит, обязательно встаем. Слова у гимна появились только в 2013 году на стихе Рамазана Байтимирова, которые были доработаны с учетом пожеланий экспертов его дочери вместе с поэтом Гараем Рахимом. Потом текст перевели на русский язык, здесь тоже был свой конкурс. В итоге остановились на варианте казанского поэта Филиппа Пираева. Такое мы увидели эту неделю в истории Та СССР. Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова